здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы находимся в прекрасной и теплой италии и хотим поговорить с вами о mercedes-benz v210 320 cd и который мы пригнали нашему клиенту сегодня мы приехали в город манхайм осматривать вот этот mercedes-benz кузове v210 мотором 320 cd и и сейчас я считываю ошибки уже мы сделали тест-драйв здесь они ржавеют по местам практически все уже перекрашены но у этого автомобиля крашен только передние крылья на удивление машина чистая хотя я не очень хотел ехать сюда думал что хлам какой-нибудь а машина не дешевая вам посмотрим у нас он сейчас стоит на железный диск и конечно очень красив также есть летняя резина зимняя резина ткань в комплектации авангард свет конечно фиолетовый мы сюда приехали что меня смутило мы приехали мотор был заведен и машина уже стояла горячая короче подошел к машине машина уже заведенная стоит я не знаю как они как она на холодную стартует вот есть панель не работает потому что ну короче надо панель делать вот это не бывает что навигационного диска нет здесь муста вот таких вот ржавчины здесь панель салов он бежит смотри масло потеет так тупка нормально поверхностно жареет так сказать амортизаторы сухие с той стороны тоже трещин нет панели без трещин pdc спереди ну совсем чуть-чуть только-только начинается да она не битая только крылья крашены окрасит их из-за ржавчины они ржавеют вот в этих местах вот здесь вот здесь начинает ржаветь ксенон фильтр поставили сажевый сейчас посмотрим что у него по блокам управления есть ли ошибки какой пробег самое интересное все-таки 2001 год но салон ухожен салон можно сказать в идеальном состоянии крутить пробеги на этих машинах проще простого есть специальный прибор вставляешь диагностическое оборудование вносишь туда километраж и все пробег скручен посмотрите даже здесь да но эту штуку можно поменять руль принципе не затертый салончик чистый панель да она лопается в этих местах здесь она везде лопается pdc есть еще больше тревожит вот этот цвет то есть если бы я рассматривал машину для себя я бы ее не взял только из-за цвета на фотографиях на мобиле д и он стоял такой синеватый цвет то есть как чернила а тут я прочитал ошибки ошибки стирается но по одной то есть заходишь блок управления нажимаешь стереть стираешь то есть по одной ошибки с мотора я стер с стабилизационной программы я тоже стер крылья окрашенные подушку на моторе надо менять с двух сторон желательно сразу три на коробке дифференциала немного бежит а так по кузову он чистый внутри вообще вопросов нет багажник сиди покажу в багажнике вот такая вот резина у нас на таких дисках диски тоже хорошие 17 нет 16 тут новое колесо еще да и она действительно она из первых рук еще что эти первые руки они же вообще ржавые все стоят на улице вообще все стекла работают все без всяких проблем нажимаешь на как по маслу нет никаких них ролики там ломались приходилось полностью менять все выезжаем с автобан уезжайте на автобан дают вот такую вот карточку теперь ее нужно вот сюда вставить и нам посчитают сколько мы должны ну 25 мы проехали примерно 300 километров и сейчас мы заплатим 50 50 мы я вас заклинил туда мы закликаем ну и мы там куда блин мелочи насыпали конечно же скач аривидерти аривидерти мы увидим дальше ехали с автобана и покажем в каком состоянии все таки можно купить именно в этом кузове автомобиль в германии встречайте мерседес бэнс с 320 цди давайте поговорим о нем он 2001 года пробег у него 150 тысяч я сейчас проехал на нем точно скажу сколько сегодня мы проехали 617 километров не поверите у нее расход 6 и 6 литров то 100 километров причем из моего города в мюнхен я так 200 топнул и он сожрал почти четверть бака всего мы проехали на нем всего мы проехали на тысяча восемьдесят восемь километров и расход 7 и 2 литра это конечно если ехать сто сто тридцать километров в час дверь ужасно 16 лет машине 2001 года пробег я сказал уже какие проблемы у этих машин сейчас начнется ржавчина коррозия 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 и у этого автомобиля пройдем сюда вот здесь вот здесь ржавеет если смотреть на мобили да и выбирать такие автомобили они стоят слушай ну можно даже за 700 евро найти машину но будет такой ржавое ведро с него просто вот так можно брать и вот этот ламой да здесь будет ржавчина здесь не крашено здесь цело здесь что делали здесь делали два передних крыла точно вот эти крылья крашены они вот здесь начинают ржаветь и из-за этого даже здесь немного есть вот уже начинается опять то есть два передних крыла окрашены ой кольцом осторожно два передних крыла окрашена и все и все он у нас сейчас стоит на железных дисках также у нас есть алюминиевые диски 16 я могу показать продемонстрировать их на резине у меня кстати был 210 в кузове универсал точно на таких же дисках вообще эта машина вызывает у меня чувство германии приезда моего в германию потому что все началось именно с этого кузова 210 я их ремонтировал от и до у нас был в первом второе поколение рестайлинговый уже в первом поколении у нас такой мэрс с двигателем 2 и 2 прошел 980 километров 980 тысяч километров он внутри уже был весь в дырках но он ехал он утром заводился ехал на смену и возвращался такси было здесь у нас из первых рук 16 лет в одних руках 16 лет сейчас покажу сервисная книжка от мерседес он всегда все делал на мерседес наверное цена интересна о цене мы поговорим попозже смотрите 0 километров тэнс 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 короче каждый год каждых полтора года он был на мерседес и последнее то у него было в 15-м году в феврале месяце сейчас мы сделали перед тем как поехали сюда в италию мы сделали еще замену масла фильтра вот еще старые документы вот так они выглядят старые документы немецкие старые документы вот и первые руки владелец был кстати вот в этих документах пишут сколько когда родился дата рождения владельца 51 год 51 год и все делал на мерседес даже это же был у нас без фильтра без партикель фильтра здесь он сделал даже партикель фильтр на мерседес эти двери хорошо закрываются сажевый фильтр извиняюсь по-русски ну да это это 210 сажевый фильтр его видно то что он новый он его поставил на мерседес если его делать он стоит около полторы тысячи евро заглянем под капот я показал кузов вам кузов не ржавый у него удивительно все работает ксенон в комплектации авангард таких машин куча в германии но главный атрибут этого автомобиля смотрите тадам подкова подкова можно сделать опрос зачем нужна подкова на удачу первый вариант на счастье на этот на что полиция не останавливая или чтобы не билась машина и не ржавела третий вариант здесь что здесь нужно делать вообще их проблемы инжекторы сейчас подушки на моторе уже такие ну я чувствую что их нужно менять потому что когда глушишь двигатель он такой немножко болтает его делал я это неоднократно эти подушки чуть приподнимаешь с одной стороны мотор таскаешь подушку ставишь другое немного сочится с дифференциалом закрыл я вообще его да вообще моя работа в германии механиком началась с того что я начал ремонтировать биты вот тут сюда так биты сильно вот здесь ничего не было мерседес именно вот в этом кузове 210 крылья не снимали их красили по месту сто процентов из ржавчины машина не битая сейчас мы проехали тысячу практически тысячу сто километров пролетел даже ничего поначалу когда мы приехали смотреть он еще там что-то подергивался когда что-то стоял там газу даешь он раз опускаешь он дух что-то там какие-то движения делал сейчас работают как часики видать простоял вот также тормоза тормоза были ржавые сейчас отошли въедет замечательно коробка работает идеально по коробкам сколько ходят коробки двести пятьдесят триста тысяч примерно потом начинается там биение толкание ну желательно им постоянно менять масло тысяч сто проезжаешь меняешь масло и коробка тебе пятьсот тысяч отходит без всяких проблем делать масло нужно кстати делали здесь масло или нет может быть и делали но скорее всего нет потому что смотрите стоит еще оригинальная заглушка если эту заглушку срываешь ее нигде не купишь она есть только на официальном диллере mercedes она здесь еще стоит то есть я когда менял масло срываешь заглушку и все и она потом у меня без заглушки ездила потому что они не продаются просто нет в свободном продаже здесь что еще вон он сажевый фильтр который я еще когда заглянул думаю что это такое сажевый фильтр и походу еще турбина новая стоит смотрите она свеженькая какая потому что были проблемы когда ставишь сажевый фильтр буквально через тысяч пять десять а то может быть и двадцать смотря на состояние турбин турбина летела здесь она уже стоит новая тормоза окей резина окей кузов окей перейдем в салон комплектация авангард подогрева сидений навигация причем она еще работает смотрите можно навигацию я сюда уже вводил адрес можно смело ехать по этой навигации она правда я не помню какого года но это не важно в принципе парктроники ну и состояние салона видно что машина действительно ухожена что здесь еще было вот у таксистов пороги отваливались постоянно их приделывал люки с люками проблем не было никогда что еще было у них такого проблематичного когда кофе вот сюда наливали или пиво отсюда разливали ломались приходилось менять их вот эти вот тоже важно да проверять когда с пробегом они залипает кран там кран стоит и он залипает и когда ты едешь 30 градусов жары ты включаешь на полный холод а он у тебя не переключается и тебе сидишь и тебе жарко жарко пойдешь там под капотом постучишь по нему он закроется и все нормально вот сервис сделали мы его поставили назад сейчас у нас показывают через 20 тысяч замена масла 19 600 уже 19 600 цена цену я пока не скажу вот идеально работает вот эти документы вот реально вот человек следил за своим автомобилем вот она навигация ключ для коробки вот сюда вот ее втыкать видите да это когда ты хочешь переключить видишь то есть это блокировка то машину нужно перетащить а у тебя она открывается а ты не можешь ее открыть то есть было такое же тоже таскали их по Мюнхену на прицепе все документы я не знаю состояние когда ехал в автосалоне немного сомневался потому что машин много цена у него была не дешевая по телефону не говорят одно а что на самом деле будет совсем другое было несколько вариантов один нам сразу сказал что он красился там по крыльям что у него ржавчина была этот сказал что он не бился точно красился он не знает мы приехали вот обнаружили два крыла крышка багажника у них просто цветет они вообще ржавеют если за ним не следите если он не стоит в гараже он будет ржаветь он будет гнить прям здесь все нормально по салону что еще по салону все он чистый ухоженный вот эти от радио когда крутят они становятся белыми вот эта вот резинка она просто отваливается здесь она в идеальном состоянии аудиосистема работает так же кнопки не западают они тоже западали здесь все работает переключается позиция он офф и здесь эти кнопки тоже они залипают их отдирают при пробеге 300 ну по крайней мере у таксистов было просто вот эти кнопки были белые их снимаешь аэрбэк меняешь кнопки ну это такое рабочая обстановка реально у меня ностальгия по этому автомобилю я сейчас ехал и кайфовал у нас у нас были 220 320 интереснее тем что он намного тише работает и он по приемности 220 он как трактор я покупал себе 2003 года с пробегом 350 еще тогда с такси брал он стоил мне 6500 это был 2009 10 год сейчас не помню уже забыл шесть с половиной шесть с половиной тысячи отдал он тогда 2003 год был ты что там нет это седьмой или восьмой год был точно пойдем крышку багажника покажу крышка багажника как номера не выпали вот здесь смотрите здесь плохо видно будет наверное вот она вот здесь начинается вот она поплыла сюда сюда вот здесь они ржавеют дыры замок вываливается кстати вот это забрать надо это с моего мерса мы вытащили потому что здесь нет треугольника и нет аптечки ну ничего страшного дифференциал мокрый с него течет там немного но это не проблема это вообще вообще не проблема у нас такси часто так было доливаешь масло проверяешь каждые 30 тысяч и все нормально едешь дальше что еще по дверям они гниют вот здесь в этих местах ну под резинкой прям вот здесь вот начинается но здесь все нормально главная проблема этого автомобиля за 16 лет он гниет и ржавеет вот все ну и наконец цена долго я вас мучил смотрели видели цена 5600 евро сразу скажу не дешево но нашему покупателю хотелось такой автомобиль в хорошем состоянии и я считаю мы сделали хорошую работу сейчас мы пригнали его в Италию передадим ему пускай наслаждается летняя зимняя резина сервисная история мы сделали новый сервис поменяли масло мелкие царапины по кузову стекло целое люк работает все работает есть небольшой от клима компрессора я ему говорил об этом от клима компрессора он когда работает начинает жужжать такой вот возможно скоро ему придет но кто знает пока он работает а далее дальше мы посмотрим а ксеноне в то время мечтать можно было реально ксенон это было я помню когда он ломался у нас один ксеноном был и его ударили блин фару я покупал за 800 евро думаю фига 800 евро за фару конечно если сейчас сравнивать с оптикой которая сейчас LED адаптив там и всякие там разные оптики они стоят вообще без нас новых денег что бы я сделал лично если бы я брал этот автомобиль себе я бы поменял ему все резинки потому что за 16 лет вы сами понимаете резина стареет сохнет и начинает протекать то есть вот эти сальники резинки я бы поменял сразу же заехал в гараж поменял подушки на моторе это бы я сделал сразу потому что когда ты его глушишь он такой болтает или заводишь он такой побалтывает не очень приятно и поменял бы рычаги нижние вот сделал бы их потому что они ну сохлись то есть реально рычаги это проблема но они стоят вообще там копейки что-то 70-80 евро со всеми резинками просто берешь и меняешь их там 15 минут делов и у тебя новые рычаги стоят все посещайте канал оставляйте ваши комментарии до новых встреч пока